возможно многие понимали что когда когда вот этот выйдет я за это вцеплюсь ну ладно всем привет ребят с вами flutter green и кто не знает я пытаюсь вести как себя дофига критик так как меня опыта на ю тубе очень много в особенности в том чтобы помогать начинающим проектам там начинающим людям которые еще что-то скажу так что один из создателей это является ну точнее это магии дружбы делает его вместе с он ли project сон лими у меня никаких натянутых отношений нету скажем так у меня к ней вообще никаких никогда претензий не было может там иногда пошучивали над тем какие она делала фотографии но типа ну на бронуконе когда я там был потому что ну вот это действительно странные были фотографии но тем не менее шутки шутками но с ней я в хороших отношениях я с ней знаком лично и хотел бы покритиковать ее новый проект новые стражи эквестрии артефакты дружбы собственно вышел анонс и я хотел бы посмотреть его вместе с вами и сделать небольшие там может быть заметки может еще что-то потому что некоторые люди негодуют я почитал комменты перед просмотром и люди написали о том что я надеюсь что итоговый продукт не будет таким как анонс и так далее то есть много людей негодует по поводу самого анонса что же давайте-ка глянем у меня наушники то подключены профи профи до подключены сильвер быстрее не сгады нас уже заждалась почти 500 лет назад в волшебной стране и квестрии были пять волшебных принцесс и лекорнов среди них была принцесса твой от спаркл что познавала дружбу и учила ею всех жителей квестрии и ее окрестностей да и после этого принцесса стала могущественной правительницей правящей по сей день знаете что самое интересное кроется в дальнейшем до чудесный 500 лет прогресс вы представляете сколько всего за это время изменилось ладно сначала мы просто в общем-то глянем и тогда я уже скажу свое слово по поводу этого всего да окей мы поняли новое приключение ну ок в общем вот такой вот анонс дальше там объяснение по поводу всего но я хочу разобрать полностью анонса потом посмотреть может быть в отдельном ролике либо даже вот сейчас по поводу того что они вообще скажут в общем кто не знает кто не знает анонс это то что показывает сам продукт в первую очередь чтобы заинтриговать заинтересовать зрителя что трейлер что анонс это одно и то же и они должны они анонс анонс это еще там маленький такой вот момент с которым они анонсируют что когда-то когда-то оно выйдет а трейлер это полноценный но оно выглядит как трейлер ну и как какая-то недоработка я не знаю во первых причем тут украина я не знаю все знали что я так пошучу но да ладно по поводу начала хочу подметить что это не анимация это абсолютно не анимация когда вы рисуете кадры то люди будут вот видеть что в общем-то ну блинский а ага анонс сделан в 720p кто не знает youtube больше 720p не воспринимает как hd качество hd считается 1080 можно было бы хотя бы так смонтировать но по сути смотрите я не знаю кто монтировал этот трейлер потому что во первых я вижу все пиксели которые которые появляются на экране вот смотрите типа даже вот когда не всматриваясь в то что они просто как бы бегут там покадровая анимация и так далее все равно я вижу пиксели которые на там задних экранах еще где-то увольте монтажера ладно шучу не просто заметка монтажеру который монтировал это все не не монтируй по каким-то там я не знаю по каким-то гайдом по редактированию по рендерингу ты когда рендеришь ты просто поставь 1080p видео все там вся инфа есть и пофиг что она будет очень типа много весит так и должно быть но когда ты меньше делаешь там количество битрейта то портится очень сильно качество это очень плохо если вместе с этим то советую так лучше не делать по поводу анимации я вот сразу скажу что это не анимация это как бы слайд-шоу это можно просто назвать слайд-шоу так как я не вижу здесь какого-то там финального результата и так далее если бы это был аниматик кто ок у меня бы не было бы претензий к этому всему так как мы бы вот знали что будет плавная анимация в дальнейшем но плавная анимация к сожалению я тут не вижу и кстати говоря к такому бы проекту подошло бы хотя бы я не знаю дорисовать немного кадров чтобы плавненько они бегали или еще что-то и поставить 60 кадров в секунду это будет прям суперский если они додумаются до этого 3 без гады нас уже заждалась почти 500 лет назад волшебной стране квестрии были 5 волшебных принцесс и ликорнов среди них была принцесса твайлайт спаркл что познавала дружбу и учила ею всех жителей квестрии и ее окрестностей вот по поводу этого я кстати говоря сюжетки не знаю так как по сути если так подумать то твайлайт спаркл все равно может оказаться типа у них в мире потому что она же все-таки оликорн она живет всю жизнь или что типа того ты спайк да и после этого принцесса стала могущественной правительницы правящей по сей день ну да знаете что самое интересное кроется в дальнейшем да чудесный 500 лет прогресс вот по поводу озвучки тоже не понимаю как так получилось вообще типа слушайте лет прогресс вы представляете сколько всего за это время изменилось такое чувство будто люди но человек очень быстро озвучил и его дорожку просто продлили для того чтобы ну типа сами понимаете там вот например я скажу вот так вот быстро и они взяли удлинили эту же фразу вот так вот типа кажется так то есть сами понимаете это лучше скажите человеку чтобы он перезаписал если вам типа надо чтобы он как бы длиннее сделали ли что типа того также сам можно сказать про сами рисунки они очень неброские то есть видно какие-то там мельчайшие детали которые типа не знаю не хочу цепляться к самой рисовке потому что рисовка все равно должна быть в любом проекте своя какая-то но тем не менее там некоторые моменты очень сильно бросаются в глаза например слишком простость бэкраунда то есть задника также самое когда они только бежали то пустой город какие-то квадраты я не знаю даже вот заберу вебку здания тупо квадратные нету ни окон ничего только в том которое правее типа это выглядит достаточно таки странно и кстати да сразу сразу хочу сказать что мне не говорили ничего делать по этому проекту мне не говорили ничего не записывать ничего я просто как бы popularity брони ютубер который который хочет помочь типа он ли на руслана мне пофиг я хочу помочь своим словом он ли все вот по поводу шрифта текста я даже не знаю типа слишком отличается сам стиль например заставки или же ну короче сам стиль заставки сам текст заставки он сильно отличается от вот это вот как будто я не знаю какие-то какой-то трейлер трех богатырей очередной вот по поводу этого я тоже не знаю монтажер тоже немного накосячил потому что видно как он вместо того чтобы сделать вот так вот он повел именно вот по определенной траектории вот так вот вот так вот и вот так вот сейчас покажу даже о чем я раз остановилась вот в этом то моменте дальше идет дальше и в этом самом моменте она просто улетела и проблема то в том что этот текст просто нельзя прочитать если вы не остановите вот серьезно бум и это связано как раз таки со шрифтом который они выбрали он слишком не вброски и слишком сливался с фоном тут бум бум надо было хотя бы так вот сделать я не знаю новые опасности вот по поводу этого я тут вообще молчу потому что графика вообще отличается абсолютно от того что мы видели в первоначальном моменте и тут еще больше типа например линии не сходятся или еще что-то похоже как будто человек просто нарисовал скетч вот серьезно прошу прощения ко мне пришли и так а я вернулся давайте-ка продолжим то есть реально понимаете тем более когда затемнение видите насколько много пикселей сразу вы виднеется то есть таким людям как я это сильно прям броситься в глаза и так далее то есть реально жестко опять по поводу новое приключение типа этого я вообще не понял зачем надо было дважды мы уже поняли что новое приключение зачем нам узнать об этом еще раз опять же таки выглядит как скетч обычный и злодеи вот раз новое приключение и так было понятно что будут злодеи и так далее правда нам ничего вообще про них не сказали просто показали какого-то чела который ну круть ну когда новое приключение связано еще и с понями значит наверняка там будут какие-нибудь злодеи типа лол ребят мы поняли хорошо по поводу заставки у меня ноль претензий кроме того что ну типа видны пиксели как будто знаете это из ну не пиксели а в типа стилистика выбрана так как восьми битная какая-то игра или 16 битная заставка но претензий к ней у меня нету абсолютно автор заставки реально постарался сделал неплохо правда причем тут украина я так и не понял но да ладно так подведем итог они как такое чувство будто они делали анонс на скорую руку прям очень на скорую я не знаю что они собираются и сделать с таким проектом что они пытаются сделать с таким проектом я честно говоря не знаю по сути они также сама ищет людей на озвучку там на еще что-нибудь что самое главное я хочу сказать ребят постарайтесь пожалуйста проапгрейдить и не делать например хотя бы там ну не делать по кадровой анимацию потому что вот когда анимация не плавно и она слишком бросается в глаза и даже вот когда он поднял копыт и я увидел какие-то зеленоватые полосы вокруг гриве гривы этого персонажа но да ладно не хочу к этому всему цепляться просто скажу что я надеюсь что с этого проекта может хоть что-нибудь получиться вот реально годные если это будет что-то годное окей без без проблем все будет круто только меня очень расстраивает покадровая анимация вот серьезно ну это точнее давайте скажу так слайд шоу анимации такая есть у септи что мне не особо нравится но тем не менее септи делает вот очень проработанные кадры прям очень проработанные из-за чего у него много времени на них уходит я вполне уверен что он сам делает их то есть абсолютно сам и ему просто люди помогают с озвучкой персонажей и все но кадры очень проработанные даже можно глянуть на два крыла два крыла септи вот человек в одиночку делает вот такую вот анимацию ну тоже не анимацию но сами посмотрите насколько проработан кадр волосы видно как какие они замыленный задний фон но фон тоже остается типа более-менее проработанный и понятный некоторые аспекты есть там например веснушки у этого персонажа ты все очень круто даже при том что это слайд-шоу анимация но но у вас же целая команда типа камон но я все-таки надеюсь у меня есть надежды на то что таня выслушает то что я скажу он ли ми посмотрит этот видос и сделает несколько выводов по поводу самой анимации и я там не знаю может быть найдет кого-нибудь на на то чтобы скадрировать все так чтобы было плавнее или же это выглядело как анимация либо же сделайте так чтобы было очень вот сами кадры очень проработанные если вы делаете хотя бы слайд-шоу анимацию вы хотя бы делайте свои кадры проработанные но если вы делаете вот обычную анимацию тот так так тоже подойдет вот о чем я хочу сказать но не стоило делать анонсов на спешку выводе сделали слишком спеший релиз и по итогу половина кадров вот так вот выглядят а половина кадров вот так вот очень сильный рассинхрон скажем так ну ладно ребят на этом пожалуй все я надеюсь надеюсь что на меня никто не будет злиться и еще раз говорю в плане ютуба у меня всегда были какие-то там чисто рабочие отношения я типа несмотря на то что с он ими у меня нормальное отношение я типа могу покритиковать ее работу для того чтобы там помочь я реально хочу помочь неру не не руслану из магии дружбы нет самой таня чтобы она нашла себя и начала вот выпускать более годные анимации чтобы ее восприняли с позитивные с позитивной стороны в плане этой работы чтобы ее вообще восприняли как творческую личность потому что я знаю что многие типа негодуют по поводу ее работ там в киевском броне сообществе тоже я знаю об этом то есть многие аспекты я знаю и уж точно я могу сказать что ей нужно чтобы эта работа заработала какой-нибудь авторитет я могу дать шанс я буду делать на ваши работы реакции а если вы сделаете вот действительно крутой проект без проблем и если попросить если если попросите чтобы я не снимал ок без проблем вот даже он лиме напиши мне влс после просмотра этого видоса вот скажи прислушалась не прислушалась или хочешь реакции на этот проект не хочешь реакции окей без проблем не захочешь я не обижусь в обиде не буду давайте ка посмотрим что что вообще за коменты hasbro 10 лет мы создавали это сериал и наконец-то закончили фанаты делают свой сериал hasbro в смысле такое чувство что некоторые сцены наброски да я об этом говорил проект на данный момент находится на ранней стадии активные разработки и к сожалению мы не успели довести многие вещи которые хотели показать до своего финального вида вот об этом я и говорю не стоило спешить так если бы вы не спешили то все было бы нормально все было бы хорошо новые стражи и квестрии больше похоже на жителей волкограда или тюмени чем эквестрии стилистика слишком современная с одной стороны выглядит так упорото но с другой стороны это выглядит так достойно я надеюсь что итоговый продукт не будет такой как анонс проект на данный момент она просто повторила одно и то же самое то самое чувство когда хочешь оставить хоть какой-то след в истории пони и про не но умеешь только изменять голоса да и то не учишься на актера озвучки ибо тебе только 13 лол но поверь даже в 13 можно выдавать какой-либо годноту когда я начинал только вести аниме проект я неплохо справлялся с ролью дабера или же там ну короче просто озвучивал аниме достаточно неплохо выходила ну я сам то могу сказать что хреново получалось но люди говорят что ну у тебя неплохо было я такой но ок ок ну ладно ну и да короче ладно посмотрим что это как выйдет всем спасибо ребят за просмотр с вами был flutter green всем удачи и всем пока пока пау пау Продолжение следует...